А перед началом видео кинофильма хочется поблагодарить тех, кто поддержал предыдущее видео, а не только Лукасом. Постоянный спонсор нашего канала Андрей Сергеевич. Начинающий автоканал Просто Макс. Ссылку на него я оставлю в комментариях. Пройдите, поблагодарите человека, поддержавшего видео. Денис Забаров, постоянный спонсор нашего канала. Рухмотто помогает братьям. Рухмотто это его мото-канал, его тоже оставлю в комментариях. Пройдите, прожмите, Лукас и Благодарочки. А теперь смотрим. Итак, наблюдается 5-е число октября. И я решился покупать мотик. Просто потому, что вылез офигенный вариант. Ну, как бы он был давно, он еще с июня висел, но никто не покупал его. Может быть не просто так, как знать. Я не нашел подвоха. Будем поглядеть. Я на нем ездил уже, тест-драйв проводил. Как бы вроде мне все показалось совершенно в порядке. Кроме задней подвески. Задней подвески жопа. Задней пневме. Но вроде как заказали новые аморты. То есть будем ожидать, что они придут. Я их поменяю и станет хорошо. Ну, больше там, в принципе, потому что нечего ломаться. Как бы там два пневмобаллона и все. Итак, ради этого даже было не сильно больно встать. Итак, самый популярный коричнево-минский забор. Снова. Это уже третий мотоцикл из этого гаража. Все дороги ведут сюда. В общем, такое дело. Я вообще даже не предполагал, что на 103-м реально взять. Я типа думал, но может быть на 88-м мне баба платила. Но собачка хочет бежать за мотиком. Но, в общем, человек Дима немного устал продавать ее. И я вовремя появился, так скажем. Все удалось. И все это благодаря вам, маленькие, засраться. Спасибо каждому из вас, потому что... Если бы я сейчас сидел в универе и не решился пилить для вас видосики, хер бы мне, а не электричка. И хер бы мне Дайна вообще. А тут еще и 103-й мотор, господи, это 12-й модельный год. Вообще все, я на ней спать хочу. Осталось ехать в путешествие с закрытыми границами. Ладно, поехали, я на ходу расскажу еще что-нибудь. Тут ситуация. Я еду, как вы можете заметить, не на электричке, я еду на смарте. Я просто выехал, короче, уже за ворота. Все, шлем прикрутил камеру на шлем. Уже все, уже вышел практически. Выехал практически на дорогу своей мечты, на мотоцикле своей мечты. Но Дима заметил, что свет не горит на мотике вообще. Габариты исчезли. Ни сзади, ни спереди, ни дальний, ни ближний, ничего не горит. Вот, он предохранителей потыкал, говорит, ладно, пофиг, оставляй, я разберусь. Поэтому пока, пока я безмотоцикли, так сказать. Безденежный, безмотоцикли. И безденежный, да, то есть деньги уплочены, но они, я воплотил, ну, по карте, короче, на счет, они два дня будут идти. То есть они у него пока не пришли, у нас такая, в любом случае, подвешенная ситуация довольно-таки. Ну ладно, в принципе, так и ему спокойнее будет, что я не свалю с мотиком и не верну себе бабки. Так сказать, на карту, но это вряд ли возможно на самом деле. Но, в целом. Ну, все равно, ладно, сегодня дождь, погода такая противная. Как бы я не сильно сейчас вот вообще опечален, что я не поставил мотоцикл на улице под дождем. Пусть пока у него еще пару дней в теплом гараже постоит. Ничего страшного. За сколько я купил, говорить не буду, потому что мне самому, я не хочу осознавать, за сколько я его купил. Когда я об этом не думаю, я просто представляю перед собой мотоцикл, мне хорошо. Новый день. Оказалось, релешка сдохла на свете. Но это ничего. Блин, по привычке ноги под жопу ставлю, как на Дане. Я вот сейчас только начинаю осознавать, что у меня мотик, о котором я даже... Ну, я мечтал, конечно, но я все равно не мог полноценно поверить то, что он у меня может быть. Я даже особо не пытался в это поверить. Типа, ну да, прикольно было бы. Блин, я на нем еду, пацаны. 103-й мотор, 2012-й модельный год. Круиз-контроль, подогрев ручек, модная музыка. АБС, что немаловажно. Банки стандартные, не прямоток. Слава сказал, что у них есть в Ансенхайнс, по-моему, банки. Типа, чтобы вообще было буль-буль-буль-буль. Но я не хочу. Ну-ка, так. О! Надо подкачать чуть-чуть. Пневмочку. Единственный напряг для меня сейчас, это то, что здесь все-таки мили в час. Придется опять думать, сколько же я, блин, сейчас еду. Но тут ветрозащита такая, ну, в голову, что у меня шлем сейчас потеет. Сейчас на улице аж 16 градусов, у меня потеет шлем. Ну, как руиз. Чипоник. Открою шлем. Протычка на электричке. Не знаю, как тут... О, зафиксил скорость. Держит. А, нормально. Блин, платформа эта офигенно. Я еду с открытым шлемом, чтобы вы понимали. Охренеть. Тормоза тут, кстати, офигенные. Это уже новые тормоза. Не те древнющие, вонющие. Блин, проблема, проблема. Ветрозащита слишком хорошая. И у меня потеет ветровик. Ну, в смысле этот. Шлем изнутри. Едет, кстати, прилично. Мне вполне себе устраивает звук на стоковом выхлопе. Я не хочу громче. Но я вспотел уже. Я вспотел ехать, сука. 16 градусов на улице. Я вспотел. И шлем потеет. Блин, кайф. Подвеска сзади сейчас, конечно, не кайф. В остальном мне нравится. О, блин, в пробке, слушайте, на него совсем по-другому. Не как на Дайне, конечно. Это не велик уже. Ладно, я иду гриль забирать. Меня ничего не остановит. На ней жарко, очень жарко. Это не Дайна. Дайна вся открытая. И она совершенно не так греется. Ну и когда ты трогаешься, тебе сразу становится легче. А здесь тебе ветерок вообще не дует. Я вот только сейчас просто осознал, что я ее взял. Я даже побаивался, типа, ехать ее забирать. Потому что я думал, блин, а зачем, серьезно? Серьезно? Как так? А что мне с ней делать потом? Это же электричка. Это офигеть. А что мне потом делать? Что мне делать, если куплю мод своей мечты? Да-да, а что потом? Такие дела. Ну вот он, передо мной. В общем, человек Евгений меня не кислоудивил. И поэтому я сейчас не знаю просто, как мне это все увезти. То есть, если у меня вот эта коробка, она еще как-то... Но она не закроется. Она просто почти закроется. И этого будет достаточно, чтобы аккуратно заехать. То здесь у меня возникла некоторая ситуация, с которой мне не справиться. И я не могу попросить женщину подъехать сюда. Потому что ключ от машины я забрал, ска. И он сейчас у меня. Опять. Может, как-то просто реально так поставить. И надеяться, что оно не улетит. А-а-а! А-а-а, я спиной прижмусь. Крышку я, правда, буду назад сдавливать, блин. Давайте пробовать просто так ехать, реально. Просто так, медленно, очень медленно, аккуратно. Я попробую доехать, потому что вариантов других у меня сейчас просто-напросто нет. Мои мне за крышку стрёмно, конечно, что она может отрыгнуть. Ну-ка тут, насколько надежные петли. Да вроде пойдет. Первый разворот на электричке. Ну, аккуратненько влез, ладно. Дальше мне придется так же аккуратно ехать ска до дома, до самого. На кочках самое страшное. Но по весу как бы все проходит. Я сейчас занял половину грузоподъемности турпака. Так что это вообще, по идее, не стрёмно. Направо, так аккуратно. Страшно, очень страшно. Чтобы ни на кого не упал. Крышечка отшпунькнулась, я аж думал, что что-то там валится. Блин, с музыкой вообще другое дело, пацаны. Я понимаю, в городе, конечно, не сильно это хорошо, но... Я пока в тестовом режиме, тихонько. Блин, а еду, значит, загруженный с тейками. Я даже не показал это, растерялся с непривычки, что у меня что-то можно засунуть в мотоцикл. Загруженный с тейками. Сплошной кайф. Так, ситуация. У нас есть электричка. И у нас есть пневмо, которое подспустило. Соответственно, надо сейчас... Я купил насос велосипедный, чтобы подкачивать пневмо с манометром, естественно. Так. Вот у нас тройник. Нам надо подкачать с вами сейчас... Ну, по инструкции надо 15 PSI. Но я подкачаю, наверное, все-таки где-то 25. Потому что сейчас, по идее, у меня накачано 15. И пробивает. Такой насос, как велосипедный. Не самое лучшее изобретение человека. И вот манометр ублюдский расположен. Я только потом об этом подумал. Вот так, тихо, не пропускай. Я тебя понял, братишка. Не хватает за мной вот этого. Потому что сейчас вообще распустят, что я еду на пустых амортов. И вот это сейчас и боюсь, на самом деле. Самое плохое, что может быть, это то, что я, в результате, сейчас потрачу время. И куда не успеем, мы, кстати, едем. Ну, что-то ставить. Я оставлюсь с распущенными аморками. Можешь не ездить? Я не слышу ничего. Ты можешь не ездить утро раннее на селе? Почему вы ездите? Чуть-чуть получше стало. Давай тридцатку. Главное, не больше пятидесяти, короче. Ладно. Эта часть операции закончилась успешно. Можно считать. Потому что я боялся, что он не будет накачиваться вообще. Камелейший набор, господи. Карманный. Немецкий. Я хотел вот от этих ребят немецких купить весь набор. Он стоит там что-то 80 евро. Он очень классный, штука очень классная. Ну и все. Да, специальная сумочка очень классная. И все. И поехали. Домогилева. Два с половиной часа примерно займет на ростоге. Единственное место, куда задувает сейчас ветер. Сейчас 9 градусов на улице. Это колени. Единственное, вот колени и кулаки сами чуть-чуть. Потому что здесь руль повыше стоит нестандартный. Поэтому фейринг спасает как бы не сильно. Чуть-чуть по рукам бьет все-таки. Да, пневмом подкачалось все-таки. Но все равно очень странно себя аморты ведут. Поэтому были заказаны новые. Вот я жду, когда они придут. Махну. Будет вообще по-царски. Плюс, конечно, этой баржи в том, что когда ты заправляешься, женщину можно в машине оставлять просто. Сидит, все греется. А ты идешь заправляешься и все. Вот он охеренный, а. Ну что, пока ощущения свежи с дороги. Опишу, что не так, что так. Руль нестандартный. Он стоит выше, чем должен быть. Мне чуть-чуть, совсем чуть-чуть высоковато. Ветрозащита отличная. Вибраций вообще никаких. Сидишь себе кайфуешь. Неожиданно мотик поставлен на учет. Все готово. Можно ехать непосредственно в город Герой Минск. Только сначала пожрем. Прикрутим номер. И подвеску подкачаю. Но вот с 30-ю стало проще, чем с 15-ю было. Так что, может быть, и поможет чем-нибудь. Будем поглядеть. Белорусская мастерская. Короче, мне ручка чуть-чуть неудобная кажется. Сейчас я ее перекручу. Ну, типа, я вот так ее наклоню. И зеркало встанет нормально. Чтобы мне видно было. Чуть-чуть ослабел. И типа пойдет. О, все. Представьте, вот вы едете на тачке. Амортов нет. Пружина есть. Вот примерно сейчас так тут. То есть, за счет давления воздуха я могу чуть-чуть хотя бы сделать, чтобы было нормально. Вот сейчас я сдул немного, мне пытался здесь, пожалуйста. Но я ошибся. Притираешь, так сказать, мотоцикл. Видите, настраиваю ручки туда-сюда. Сейчас качнем немножко. Ты в перчатках, я боюсь, что ты уронишь. Что я уронил? Не знаю. Забывает. Все, просто рука такая маленькая. Эта штука там по ладони занимает. Здесь понадежнее, знаешь, выглядит. Ладно, короче. Чипонь. Так, сейчас у меня стоит 20. 20 это явно мало. Давайте 35 хотя бы качну. По идее должно быть 25 максимум. Ну, то есть, не, максималка, вообще максималка у него. А 50 рассчитано. Сейчас 35 сделаю. 35. Ну-ка. 35. Если честно, по ощущениям, вот не сильно что-то поменялось. Раз, два. Шумочек мне вообще очень нравится. Реально. Вот это тот случай, когда я бы не хотел, типа, на сезон его взять, просто и потом продать, поменять или еще что-то. То есть, я думал, уроки третий взять себе чисто на сезон, на пару месяцев покататься. Вот это, да, вот это была бы реально покупка чисто такая вот. Чутка потестить. А вот на этом я сейчас покатался, мне очень нравится. Седуха, блин. И вот я завидую пассажиру, потому что сзади вот это седло. Вот это царская фигня, блин. А мне досталась какая-то пожеванная треугольная. Все для моей жопки. Сейчас напишут тебе. У меня еще есть что-то для твоей жопки. Кстати, пошла в шуток, я что-то не припомню. Ну, я бы так написал. Ну, нет, было-было. Было? Конечно. Ты просто, видимо, такая, типа, м-м-м-м. Да бросьте, бросьте. Ну и все, короче, прикручиваем и в бой. До Менску. До Менску 20 умножить на 10 километров. Я еду на круизе 110, вообще никуда не тороплюсь, слушаю музыку, у меня все хорошо. Жалко, не было знака клевши, потому что на фоне клева была Дайна. А теперь, опа, ситуация. Дождь же, ух, дождь же, никобой, никобой. Вот еще минус такой ветрозащиты в том, что все равно мне в самый лобежник попадают капельки, они стекают по визору, и они лежат у меня на визоре. И, то есть, если я еду на мотоцикле без ветрозащиты, я повернул голову, их сдуло. Все, чистый. Здесь ничего с ними не происходит, они никак не сохнут. Они просто висят у меня на визоре, и все. Я ничего с ними не могу сделать. Не знаю, постучать по ним можно, но это не сильно помогает. Я нашел методику, короче, чтобы тебе в шлем дуло, просто так поднимаешь руку над головой. Вот, и капельки все сдувают, и к-ф-но, нормально. Двигаемся дальше. Подогрев ручка на единичку, больше мне пока не надо. Забавно, короче, я поленился сейчас после очередной поболтать, прибавить громкость музыки, и я заметил такое фигню, что я еду, и, ну, я слышу, что что-то играет, но мне непонятно, что это просто набор звуков, какая-то хрень тупая, бесполезная, вообще жопа какая-то, ничего не понятно, ничего не слышно. И в какой-то момент ты угадываешь эту мелодию, которая играет из твоего телефона. Ты узнаешь ее, становится понятно, и дальше свой мозг достраивает картинку, и дальше уже кажется, что музыка играет хорошо, громко, качественно, вот это все. А пока не узнаешь, да хер его поймешь, что там такое играет, вообще не ясно. Опа, что это у нас тут? Ну, мы тут не жрали, мы тут звонили Паше, чтобы узнать, можно ли оставить у него пока мотик. Проехали 400 километров с хером, по расходу получилось, ну, по идее, где-то 5, но по факту, по-моему, больше получается. Но вот эта штучка, она все равно, ну, как бы, гейдж, этот, фил гейдж, он все равно врет, и, как бы, по нему сложно гадать. Такие дела. А так, доехали комфортабельно, руль, может быть, чуть-чуть пониже хочется поставить, чтобы как раз и от ветра защищало, и просто чуть-чуть пониже, потому что я иногда еду, и мне реально хочется немножко руки отпустить, я вот на пальцах их так свешиваю, типа. Подогрев ручек на единицы жарит так, чтобы, мам, не говорю, и больше мне добавлять вообще не хочется. Музыка валит, как лютая, можно поставить 50 единиц громкости. Такие дела. Вот валенки, ну, интересно, куда дует, это вот, вот между, вот в эту щель мне немного в колени дует. Все. Ну, и копает. А, ну да, даже дышь копает. Копает. Ну, ладно, увидимся в следующем дне. Здоровый дружок, мы наконец-то добрались, практически добрались до парковки замечательного мотоцикла. Сейчас я вам расскажу и подробно покажу о некоторых, некоторые косячке этого мотоцикла, но сначала я познакомлю вас кое с каким чехлом. Это чехол от Кинетик Фуна. Я первый раз у них наконец-то заказал чехол, мне пригодился. До этого я не пользовался чехол, у меня какая-то тряпка валялась, и мне что-то как-то было лень заказывать, типа, тряпка есть, дай, ну, закрывает и ладно. Но здесь ситуация другая, потому что мотоцикл огромен, и никакой чехол простого крузера тебе не подойдет. Здесь у нас имеется... О, это упаковка такая, прикольно. Ну, как этим пользоваться? А почему чехол привязан к мешочку? Ну-ка, может, инструкции написаны, я что-то не понял. Посмотри, как быстро сложить чехол, читай. Мне бы разложить его, понясь-ка. В общем, он длиннейший. Сложно? Первый раз... Первый раз всегда туго. Вот он огромный. В этом как бы прикол, потому что в магазине вы просто не купите вот такой чехол. Кстати, даже какие-то вот такие чехлы в магазе, они стоят дороже, чем вот это. Здесь у нас имеется специальные замочки, которые нужны для того, чтобы антенка вылазила. Оп, чтобы антеночка моя не помялась. Так, ладно, тут разобрались. Специальные штуки для вентиляции. Тут сеточка. Офигеть, он влез. Вот у них там QR-код на этикетке есть, и видос у них на канале есть, как сложить нормальный чехол. Да, внутри фасток специально для нее. Чпой. Все. Убрано. Все, ладно, все. Теперь я разобрался. Итак, о некоторых его косячках, недостатках и так далее. В общем, здесь, с этой стороны, имеется быстросъем кофров. Вот эта тут площадка. Она не совсем ровная, и здесь подложена шайба. Здесь подложена шайба, и это не сильно хорошо, потому что здесь, получается, кофр лежит ровно всей поверхностью на площадке. И у него все хорошо. А здесь, если ты положишь что-то тяжелое, по идее, чехол может, ну, на кочках, он может как-то продавить, типа, вот эту шайбу, короче, может быть треснет. Это мои догадки, не факт, что оно так работает. Дальше. Здесь имеется регулировка громкости и переключение треков. Здесь стоит магнитола Sony. Она играет круто, там стоит офигенный усилитель внутри и так далее. Все эти магнитолы подключаются через специальные боксы, которые дружат, короче, вот эти пульты с магнитолами. Вот у меня он либо отчпонькнулся, либо настройки сбились. Короче, надо оставить заново, потому что сейчас с пульта громкость не регулируется. Ну, это, в принципе, фигня, потому что надо будет просто немножко тут подразобрать, залезть внутрь и отчпонькнулся, отчпонькнулся заново в этот бокс, который контролирует все это, и проблема решена. В остальном все. Типа, больше косяков на нем нет за эти бабки. За какие я не скажу, естественно, потому что я не хочу произносить эту цифру. Когда я осознаю, сколько я потратил, еще и в рублях, когда осознаю, я купил его в баксах, когда я перевожу в рубли, я за голову хватаюсь. Потому что это самая дорогая вещь, которую я покупал в своей жизни, я никогда денег столько не тратил, и это страшно осознавать. Так что, когда я не думаю о бабках, все отлично. Ах, ног в сапогах тяжело, непривычно. Я уже скоро почти как месяц не ездил за рулем. Блин, какой он офигенный, я вообще не могу перестать кайфовать от этого. Вот эти ботинки, кстати, в них ходить, может, неудобно, но когда ты сидишь, это такой кайф. Они очень удобные. Это Icon 1000, Icon 1000. Болто они не сильно нравились по своим, непосредственно, носимым характеристикам, но внешне нравились. Кстати, вот подогрев рук, офигенная тема. Вообще, так хорошо становится. Вроде мелочь, но сильно решает. Потому что первыми руки мерзнут, а тут они не мерзнут. И такой, че, мне тепло. Заправим сейчас этого гиганта. 95-й полный бак. Так. А полный бак залить перед подстановкой в гараж. Вот он тут бездонный, почти как с марта заправлять. Сколько влезло? 20 литров. Блин, вот это объем. Я не на нуле ехал, как бы. Мне каждый раз очень веселит, когда я стою в шлеме, в экипе весь такой. Мне спрашивают, кофе в дорогу? Да? В принципе, че, нет? Давай. У меня че, это как-то... У меня же электричка. Я круиз поставил, и мне че? Меня больше ничего не волнует. Еду себе на круизе. Наслаждаюсь еще. Могу кофе попить. Действительно. Что-то я это... Загнался уже на бедных людей. Вообще нормально. Я серьезно говорю, у меня даже спина потеет. Сейчас 8 градусов. А? 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 Вот это телега! А что, хуевный, блядь? Куда ты, как улезный? Я знаю! Вообще! Смертой? Да. Какая дива! Точнее, точнее, точнее. А я пипа! Хрюкает! Какой тяжелый! Опять! Бать-то тяжелый, конечно! И подвески нету. Вот страшно! Нет, ну пока мне больше нравилось, пока он стоял, он был красивый. А сейчас я прям не знаю. Он очень тяжелый. Медленно ворочать очень тяжело. У него в ручки греет. У меня Бэтвинг пытается убежать. Это нормально или нет? Блядь, ну... Ну, очень тяжело. Очень надо привыкать. Нифига не голда! Яма, яма. Объезжаем, яма. Тормозим. На, подвеска, да. Пока. Пока спина, подвеска. Ну, тут надо вот так вот ехать. Чисто, вот так вот едешь. Не, ну резко не поманеврируешь. Это так чисто. Вот ехать, чилить. Что-то я его резко дернул и прям... Не сразу отзывается. А, вот с оборота, с 2000 уже, да. Не, ну так прикольно, конечно, да. Не, ну есть прикольно, да, такое ощущение все-таки. Большого, тяжелого железного мотоцикла. Он очень тяжелый. И он очень своенравный. Он какой-то на своей волне совсем. Надо привыкать. Не, а вот спокойно едешь, прям кайф. Нормальный, выхлоп прикольный, негромкий такой. Ну, чисто, короче, турер, пофигу. Не гонка, конечно, не гонка, но мотор прикольный. Как проснется, очень бодро едет вот с 2000. Но прикольный. Ой, не, не, летом покатаюсь, конечно. Посмотрим. Но все равно за Сережу я очень рад, блин. Внешне, конечно, нереально круто выглядит. Я очень рад, что Сережа его взял. Пушка, пушка, пушка. У нее морда пытается оторваться. Руль развалится для каждого. Да вообще жестко. Он просто еще не стоковый, он видит, выше, чем надо. А, ну может. Да ебать, биба. И вот мы наблюдаемся в гараже. Ну, короче, вот оно. Очень печально. Купить новый мотик и отправляться зимовать. Ну ладно. Ну и все. Спасибо человеку Алексею, который пытается оживить Хонду. Человеку Сергею. Человеку Алексею можете обращаться, кстати, если вам надо что-нибудь выточить, что-нибудь сделать, какую-нибудь не надо. Он опять стесняется. Ему надо, но он стесняется, короче. Слегка обращайтесь так. Издалека заходите. Сначала там про жизнь, туда-сюда, потом хоп. Давай я тебе денег, а ты мне детальку выточишь. Вот так вот. Ну а это кинофильм заканчивается, но у меня еще дохрена видосов, так что тыкай сюда, чтобы подписаться на каналы, а сюда, чтобы смотреть остальные мои видео.